Дорогие друзья, давайте мы с вами сегодня начнем наше занятие с такого практического, очень важного момента. И давайте мы с вами сейчас рассмотрим один или два страха, которые у вас возникли вчера или на этой неделе. Запишите сейчас у себя один или два страха, таких самых, которые у вас были, о которых вы хотите подумать, на которых вы хотите работать, которые у вас произошли вчера или на этой неделе. Рядышком с этим страхом напишите, каким образом они ограничили вашу жизнь. То есть как это повлияло на вас, как ограничило вас, что вы не смогли сделать или сделали по-другому. Вот из-за того, что этот страх у вас возник. И рядышком еще напишите, что вы можете сделать, чтобы уменьшить свои страхи в будущем. Опять буквально один-два момента по каждому страху. Что вы можете сделать с тем, чтобы в следующий раз этот страх так на вас не влиял? Чтобы уменьшить его влияние. Ну и одновременно давайте сейчас с вами подумаем, вот в группе, да, в нашей, вообще какое бы определение вы дали страху вообще, что это за ощущение такое, что это за чувство такое? Вот страх. Ну давайте с другими словами. Паника. Паника. Еще. Безысходность. Чувство безысходности. Еще. Дискомфорт. Дискомфорт. Еще. Стресс. Стресс. Может быть беспомощность какая-то, да? Беспомощность. Беспокойство какое-то, да, вот. Вот смотрите, вот эти чувства, которые мы с вами описываем, они объективны или скорее субъективны? То есть они действительно факты? Или это вот внутри нас? Это субъективно. Это чисто субъективные вещи. То есть вот это самое важное, что мы с вами должны понять в этой ситуации, что страх это нечто субъективное, да? Вот, может быть, иллюстрацию такую привести. Однажды пришел на консультацию молодой человек, вернее, как, привел его его старший брат на консультацию. Прошла неделя после того, как он сбил женщину. Вот этот молодой человек, ему где-то чуть, может быть, чуть больше 20 лет. Он ехал на машине, это было ночью, недалеко от нашего города. И вдруг в какой-то момент, говорит, все, я, говорит, даже понять не могу. Вот вдруг перед мной появилась женщина прямо среди дороги, вот так вот стоящая, значит, растопырив руки. Вот, и я ее не мог объехать, он ее сбил. И вот этот, говорит, вот этот ужас, я выхожу, она лежит мертвая. Вот, и едет мимо машины, я останавливаю, никто не останавливает. Я один на один вот с этой смертью. Вот, и как это долго продолжал, когда даже вспомнить не могу. Потом оказалось, всего минут 10, как тут же подъехала милиция, оказывается, кто-то все-таки из проезжих мимо сообщил в ближайший пост ГАИ. Вот, но, говорит, мне показалось, что 10 минут вечностью. И вот сейчас этот молодой человек, вот, когда они к нам пришли на консультацию, спать не может, у него внутри ужас, садиться за руль он не может. И особенный страх, который он испытывает, это когда проезжает вот по этому месту, где он эту женщину сбил. Вот, смотрите, вот такая вот ситуация. Причем интересно, что уголовное дело на него даже не собираются заводить, по той простой причине, что масса свидетелей, что эта женщина пыталась закончить жизнь самоубийством. Уже до этого неделю ее там видели, она бросалась под колеса машин многих-многих-многих водителей. Это видели местные жители, это, в общем, пришли и водители некоторые засвидетельствовали. То есть, как бы на это молодого человека даже уголовное дело не заводит. То есть, как бы вот тут, как бы, эта ситуация ушла, ситуация боязни за свою жизнь, за свое там будущее. Он живет в ужасе, в страхе. То есть, как бы, вот, берем факт, бояться нечего. С одной стороны. Вот, вы знаете, и мы стали с ним разговаривать. Вот как раз о чем мы только что сейчас говорили. Вообще, всегда ли страх – это плохо? Давайте подумаем. Чувство самосохранения – это что за страх? Да. Это же не плохо. Страх Божий тоже страх. Так. Целительный. Так. Не всегда. Вот, утюг, допустим, до утюга аж мы не будем. Да, 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 включенного. Чувство самосохранения – это совершенно нормально. Ну, утюг, наверное, мы все-таки не боимся. Вот туда? Да. Ну, в розетку не полезен. В розетку не полезен, да. Это понятно, что это идет чувство самосохранения. Правильно. Переходить дорогу, если туда-сюда аж ныряет машина, и никто не соблюдает правила дорожного движения, тоже страшно. Особенно, если мы закроем глаза, пойдем вслепую. Конечно, страшно. Естественно, мы кого-нибудь попросим, чтобы нас перевели, может быть, даже через дорогу, да, потому что это действительно, это нормальное совершенно чувство. Это чувство самосохранения. То есть страх – это не всегда плохо. И знаете, очень, вот, давайте подумаем, вот, как раз над третьим вопросом, да, то есть над вторым сначала. Вот страхи, но, тем не менее, как они нашу жизнь ограничивают? Неважно, хорошо это или плохо, но как они ограничивают нашу жизнь, любые страхи, объективные или субъективные? Барьеры ставят какие-то на пути, чтобы плохое, хорошее отличить не нужно. Ну, если страх хороший, в принципе, может, и хорошо, что это барьер, мы не бросаемся под машину. А если вот чисто субъективные такие страхи, непонятные? Ограничивать наши действия. Ограничивать наши действия еще. Беспокоят нас. На Бога надежду-то, как укрепляет, что ли, можно сказать. В духовном плане растешь. Больше надеешься. В этот момент уповаешь на Бога, когда вот, естественно, боишься? Я лично. Обязательно. Да, вообще уповаю, всегда уповаю. Право сразу? Практически, да. Если я вижу препятствие, и я знаю, что мне сложно будет его преодолеть, я начинаю молиться и начинаю преодолевать это. Так, ну почему мы начинаем уповать на Бога? Потому что мы понимаем, что этот страх мешает нам дальше идти. Вот конкретно, что он нам мешает? Вот мы сейчас пока вот этот вопрос разбираем. Что он нам мешает делать? То есть двигаться вперед, размышлять здраво. Что еще этот страх нам мешает? Рисковать мешает. Рисковать мешает. Вот помните вот этот вот наш страх? Цикл, да? Арамиды, да? Да. Он где-то сковывает желание рисковать действовать, где-то сковывает нашу надежду, а вдруг не получится, да? Вот эта внутренняя субъективность. И что мы делаем дальше? А вот дальше уже то, о чем вы говорите. Мы начинаем уповать на Бога, им, Господи, помоги. Что мы еще начинаем делать в этой ситуации? Как-то убеждать себя, что на самом деле это не так страшно. Да. То есть вот опять, видите, опять мы идем. Отношения с Богом, отношения с самим собой. То есть, да, избежать ситуации, где получился этот конкретный факт страха, да? Избежать ситуации просто. Да. Какой смысл у тебя когда-то сбили, наконец, его обойдешь. Просто нахрен в следующий раз. Да, конечно. Вот, то есть... Просто в моей жизни такая история случилась однажды, как вы описали, я тоже перевернулся на машине, довольно страшно. И я долгое время не мог на машину, не мог за руль сесть. Ну, не долгое время, там, месяц или два. И один человек просто-напросто силой меня усадил за руль и заставил ехать. То есть, это что называется? Называется поместить себя в ситуацию преодоления. Ну, я не знаю, как в то время эта ситуация называлась. Ну, в любом случае, ну, давайте по-другому ее назовем. Он говорит, больше никогда не сядешь, если сейчас не сядешь, не поедешь. Да, действительно, я сел, и все, я перестал бояться руля. То есть, вот видите, вот опять мы возвращаемся к тому, что это мы побеждаем каким образом? Если мы устанавливаем отношения с самим собой, если реально есть люди, которые нам помогут преодолеть. Да. Да, и укреплять отношения с людьми. И это надминно укреплять отношения с Богом. Так вот, что касается вот того молодого человека, знаете как? Мы с ним провели такое упражнение. Я ему задала вопрос, говорю, скажите, пожалуйста, как вы вот опишете свой страх? Вот какой он? И в конце концов он пришел к такому описанию. Он такой большой, черный, черно-коричневый он сказал, и шершавый. Вот, говорит, вот так я его внутри ощущаю. Вот, понимаете, большой, черный, шершавый. Знаете, иногда действительно нам нужно как-то вот, может быть, вот свои чувства немножко объективировать. Мы же с вами сказали, что чувства субъектные. Но нам надо сначала, прежде чем избавиться, нам нужно понять, откуда они идут. Я говорю, давайте теперь попробуем этот страх ваш вынуть и посадить вот на эту буретку. И с собой поставить стул и на эту. Я с собой приняла. Вот тут сидит ваш страх. Вот этот такой большой, черно-коричневый, шершавый. И задать ему пару вопросов. Я говорю, давайте вот, да, давайте зададим пару вопросов. Зачем ты во мне сидишь? Как вы думаете, что вам ваш страх ответит? И тут он начинает говорить то, что вы сказали. Ну как, представляешь, что если бы меня не было, как бы ты бросался там? Представляешь, если бы вот сейчас меня не было. Ты вот сейчас, ведь я же не просто чего-то боишься. А я, может быть, это влияние на твою совесть, все-таки ты человека убил. То есть он сам начинает. Я говорю, подожди. Вот когда он вот это вот стал обговаривать, мы говорим, так вам есть за что страх поблагодарить? Есть. Ну, поблагодарите его. Понимаете? И вот интересно, что у него совершенно пошла вот другая реакция на вот это вот свое внутреннее субъективность. Потому что если нам Бог дал чувства, они же даны нам не просто так. Потому что когда возникает у нас страх слова, вот в этот момент я ничего не мог с собой поделать. Это же неправда. Это субъективно. Это субъективно, да. Нас парализует этот страх. Мы останавливаемся. И вот через какое-то время мы начинаем размышлять. Но в этот-то момент субъективное чувство, да, я ничего не мог с собой поделать. Но объективно-то мы можем что-то сделать, правда? И в данном случае, видите, объективно человек действительно, он вышел, он выполнил свое предназначение. Ему было страшно оставаться в машине. Я говорю, почему он вышел из машины? Мне стало там страшно. Вот она лежит. Правильно, страх выполнил свое действие. Он вас вывел из машины. Вы стали поступать логично. Вы вышли из машины, вы стали тормозить. Люди, проезжающие мимо, увидели эту ситуацию. Кто-то сообщил в ГАИ. ГАИ приехала. Ситуация разобралась. Тут же по горячим следам нашли свидетелей. Записали показания. То есть все решилось. То есть, понимаете, получается, что в данной ситуации есть за что страх поблагодарить. То есть это как раз... Потом я говорю, теперь давайте дальше рассуждать. Представьте себе, что если бы вы по-прежнему проезжали по этому месту, и вас бы внутри ничто не йокало. Он так... Я говорю, если бы было нормально, он нет. Я говорю, так почему вам внутри по-прежнему сидит вот это чувство большого, шершавого и страшного? Потому что у человека есть такое понятие, как совесть. И, знаете, и вот таким вот последним пунктом, когда человек, ну, знаете, в по-прежнему чувство, вот он выдохнул так, вот он понял, вот все. Начинает уже работать с этими чувствами. Я поняла, что он будет теперь спать спокойно. Мы об этом поняли. Мы ему, когда прочитали вот эту вот цитату из Джона Дона, на самой первой лекции мы говорили, что человек не остров. Каждый человек... Часть материка. Часть суши, часть материка. И смерть каждого человека умоляет и меня. И поэтому не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе. Я говорю, скажите, пожалуйста, а вот колокол громче в ваших ушах звонит на том месте, где вы ее сбили, или сейчас, когда мы с вами сидим, разговариваем. Он, конечно, там. Я говорю, так это же хорошо, если в вашей душе по-прежнему звонит колокол. Потому что вы чувствуете эту боль, эту жизнь, которая ушла. И тут уже не вопрос, кто виноват. Но просто в данной ситуации ушла жизнь. А это значит, вы человек, вы живой, вы нормальный. И чувствуете. И вы чувствуете. И мы сказали, понимаете, страх дается Богом человеку не просто так. Он вам нужен. И вы знаете, и вот интересно, что когда человек начинает осознавать, что вот эти чувства, которые мы думаем, фу, какие. Мешают они мне. Не мешают они нам. И вот то же самое, знаете, вот на ваших группах вы можете сделать с таким неприятным чувством, как гнев. Вы знаете, вот точно так же, как мы сейчас с вами поработали. Да взять любое чувство. Плаксивость. Раздражительность может быть даже. Раздражительность. Те плюсы вот этих вот эмоций, которые изначально, ну, предназначенности. Да, потому что есть какое-то предназначение у этих чувств в живом случае. Конечно. По телевизору показывали женщину, которая не имеет чувства боли. Она не чувствует боль. Вот. И она вся порезанная, вся порватая. То есть она зацепилась там где-то, хоп, оторвала там у себя кусок кожи. Да. Вот. То есть она вся как боевик такая. А это болезнь есть такая, когда люди не чувствуют боли. Да. Это такая болезнь есть. Мы недавно встречали женщину, у нее печень практически разложилась. То есть она желтеет, она хирит, она практически умирает, а у нее ничего не болит. И когда она пошла на исследование, у нее печень уже вся разложилась. То есть по идее нормальный человек уже должен был года два назад начать это чувствовать и начать лечиться, а у нее нет ощущения боли. Так может быть нам есть за что боль поблагодарить? У нас проповедник был, если позволите скажу. Конечно. Вернее он есть проповедник, он просто недавно проповедь об этом говорил. Вот у него как-то в детстве он заболел живот. И в это время, ну если бы он не обратился к врачу, там аппендицит был, если... В общем смысл такой, что он поехал, ему сделали операцию, вырезали аппендицит. Если бы в то время он не просто-напросто перетерпел эту боль, или как-то обезболил, или что-то в результат был бы плачевный, он бы просто умер. А боль это сигнал, граммофон Божий, так сказать. Граммофон Божий, да. Совершенно замечательное определение. Боль это Божий граммофон. И если у нас что-то, какое-то томление духом, обида или еще что-то, это сигнал. Если внутреннее вот это вот еще душевное боль, это сигнал. Что-то в твоей жизни не так. Что-то у тебя не ладится в отношении с самим собой, с окружающими, с Богом. Думай, думай, смотри, анализируй. И тех специалистов вместе как-то вот думайте, смотрите, что не так. Это же замечательно, что у нас есть такая вещь, это внутренняя боль. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com И сейчас мы вам предлагаем такой, знаете... Немножко оценить свой образ мысли, как вы относитесь к тому, что происходит в вас и вокруг вас. Будет несколько вопросов. Ну, 25 вопросов. И вы отвечаете на них, значит, в такой последовательности. Вот такие будут баллы. Значит, если это с вами такого никогда не бывает, это 0. Если с вами бывает такое очень редко, это 2. Если бывает, ну, достаточно часто, не всегда, но достаточно часто случается. То 4. Это 4 балла. А если это всегда с вами, то 6 баллов. Значит, запомнили, да? 0 – никогда, 2 – редко, 4 – часто, 6 – всегда. То есть вы, значит, сразу как-то внутри... Суммировать надо будет, потом все эти баллы. Суммировать баллы. То есть мы вам читаем утверждение, а вы записываете баллы. Все очень просто. Хорошо? Итак. Я боюсь позволить другим людям узнать меня поближе. Второй вопрос. Я боюсь неожиданностей. Следующий. Я ищу недостатки вместо преимуществ в большинстве случаев. Я чувствую, что недостоин любви. Я чувствую себя хуже других людей. У меня есть склонность к постоянному труду, перееданию, азартным играм, употреблению алкоголя или каких-то других веществ, опьяняющих или действующих на моё сознание. Нейрохимические реакции создающие. То есть склонность к какой-либо зависимости. Следующий. Я очень мало забочусь о себе. Больше я стараюсь заботиться о других. Следующий. Я не могу избавиться от переполняющих меня чувств, идущих из прошлого. Таких как гнев, страх, стыд или печаль. Я добиваюсь похвалы и признания, делая людям приятное, стремясь к совершенству и сверхдостижениям. Я слишком серьёзен. Мне очень сложно подурачиться, поиграть, порезвиться вместе с людьми. Следующий. У меня появились проблемы со здоровьем из-за моих постоянных волнений, стрессов. У меня очень сильно выражена потребность контролировать других, диктовать им свою волю. Я испытываю трудности выражения своих чувств. Мне очень сложно чувства показать людям. Это истинные чувства. Нет, нет, теперь следующий. Это вот этот. Следующий. Я не люблю себя. Следующий. У меня в жизни часто бывают кризисные ситуации. Мне представляется, что я стал жертвой всевозможных тяжёлых обстоятельств. Следующий. Я боюсь быть отвергнутым теми, кого люблю. Я редко критикую себя. Я не боюсь даже раздавить себя упрёками. Вообще, чаще всего я ожидаю худшего. Следующий вопрос. Следующий. Когда я совершаю ошибку, я представляю себя никчёмным человеком. Я считаю других виноватыми во всех моих трудностях. Я живу своими воспоминаниями. Я закрыт для новых идей или новых способов делать дела. Длительное время я бываю расстроенным или злой из-за неприятностей. И последнее. Я чувствую себя одиноким и в изоляции, даже если окружён людьми. Итак, теперь подсчитайте, сколько у вас получилось в сумме. Цифры-то оставьте пока для себя. Слух не называйте, просто подсчитайте. Если у вас 25-54 балла, это норма. То есть до 54 баллов норма. От 55 до 69 вы слегка смещены в сторону созависимости. Лёгкое такое смещение, но уже есть. Если свыше 70 и выше, нужно срочно лечиться от созависимости. Нужно срочно избавляться от этого состояния. Вот сейчас мы будем с вами как раз говорить о том, что же это такое состояние, от которого многим нужно избавляться. Ну и, знаете, важно, когда вы такой тест, такой опросник проведёте, скажем, со своей группой, обязательно дайте после этого домашнее задание. А домашнее задание должно быть таким. Опишите свои чувства, когда вдруг вам даже тест показал диагноз созависимости. Что на вас нахлынуло? То есть дома подумать, проанализировать, опять подумать, насколько это объективно-субъективно и так далее. И есть ли за что поблагодарить эти чувства, которые нахлынули? И Бога за то, что Он дал эти чувства. Потому что чувства – это часть нашей жизни. Мы без них не можем прожить. И мы должны быть открыты для наших чувств. И благодарить и Бога, и себя за то, что они у нас есть. Это первое задание – проанализировать, да, поблагодарить. И второе задание тоже вот по этому занятию, которое вы, если будете проводить по чувствованию, обязательно найти такого человека в течение недели, ну, там, до следующей встречи вашей, да, которому вы это расскажете. Третьего человека? Да. Может, это будет кто-то из группы. Но не вы, как ведущая группы. Может, это будет кто-то из домашних. Но помните, мы учим человека не только устанавливать отношения с самим собой и с Богом, но и с окружающими людьми. Потому что без этого оно тоже не получится в жизни человека. Вопросы можно это взять? Да. А? Вопросы можно? Да, конечно. Конечно. И хочу вам прочитать из послания апостола Павла к филиппийской церкви, 4 глава, 6-7 стихи, который очень хорошо соответствует вот тому, что действительно мы часто испытываем страхи, но важно не заботиться ни о чем, но всегда в молитве и в прошении с благодарением открывать свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. То есть важно этого не бояться, не стесняться, не стыдиться. Это часть нашей жизни, это то, что мы приносим Богу, то, в чем мы признаемся сами, и то, о чем мы готовы беседовать с людьми. И адекватно уже начинать воспринимать все свои чувства и все то, что возникает в нашей жизни. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok